Торжественным богослужением провожали юбилейный год 300-летия Победы при Гангуте в церкви святого великомученика Целителя Пантелеймона в Санкт-Петербурге. День празднования престольного праздника храма начался с возложения цветов к мемориальной доске и продолжился праздничным богослужением. После Гангутской победы, которая обеспечила России выход к Балтийскому морю, Петр I повелел построить храм в честь святого Целителя. И все потому, что одержало победу русское войско в день, когда православная церковь поминает святого великомученика Пантелеймона. И сегодня, спустя три века, в Божьем доме чтят память павших русских моряков в битве со шведами при Гангуте в 1714 году. Вечный покой Царства Небесного всем вождям, воинам на поле брани и в море убиенным. В память о русских моряках в храме находятся картины сражения и юбилейные медали. После молебна о павших воинах и возложения цветов совершилась праздничная литургия. Храм был полон людьми, пришедшими почтить память святого великомученика Пантелеймона. Каждый из нас рожден здесь на земле цельным человеком, и душою, и телом совершенными. Но вы знаете, что из-за того, что грех иногда бывает посреди нас, мы эту цельность теряем. Так вот, целительство или цельность, вот цель и спасение, вот то, что необходимо для каждого из нас, быть цельным душою и телом. Я пришла сегодня с благодарственной молитвой к святому Пантелеймону, потому что считаю, что он защищает всю мою семью. Ну, просто Господа здоровья для моей семьи и, ну, для меня, конечно, для моих крестников. Покровительство великомученика Пантелеймона пребывает не только с больными, но и со врачами, военными и моряками. На праздничную литургию пришел и Андрей Петрович. Он работал с людьми, которые боролись с греховными зависимостями. И не раз он обращался с молитвой к целителю Пантелеймону. Когда мы обращаемся к целителю Пантелеймону, конечно, он не забывает нас грешных и обращается к Иисусу Христу. А раз он обращается, то это обращение, конечно, совсем другое. Но если человек меня просит помолиться об оставлении какого-то греховного недуга, я молюсь. Целитель Пантелеймона изображен на иконах с небольшим ларцом, в котором целебные снадобья. Как был святой искусным врачом на земле, так и остался им на небе. И оттуда приходит к людям его помощь, его молитва, его чудеса.